Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. В Карачаево-Черкесии предотвращен теракт. Задержанный уже дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. Библиотека нового поколения распахнула свои двери в ауле Псыж. Модельная библиотека оборудована современной техникой и интерактивными гаджетами. Гордый Тамун, более сотни лошадей карачаевской породы. Марат Хасанов занимается развитием коневодства в Малокарачаевском районе. Первый открытый турнир по национальной борьбе, посвященный памяти известного мецената Курмана Байкулова, откроется завтра в Черкесске. Федеральная служба безопасности сегодня предотвратила теракт в Черкесске в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает ФСБ. Отмечается, что теракт готовил 20-летний житель Кабардино-Балкарии. По данным спецслужбы, террориста, планировавшего взрывы, задержали в Черкесске. Заказчики – боевики Международной террористической организации ИГИЛ, запрещенные в России. Отмечается, что у задержанного взяты компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в мобильном телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур. В ходе расследования задержанный уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В связи с резким похолоданием мэр Черкеска Алексей Баскаев подписал распоряжение о досрочном начале отопительного сезона. Тепловые сети обеспечат подачу тепла в жилые дома и учреждения и предприятия всех форм собственности с 4 октября. Библиотека нового поколения. В ауле Псыжа открылась первая модельная библиотека в рамках национального проекта «Культура». В здании имеется свою конференцию и концертные залы. Читательские кабинеты оборудованы современной компьютерной техникой и интерактивными гаджетами. На открытие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Для полезного времяпровождения детей и взрослых здесь есть все. Центральная районная библиотека имени известного базинского поэта Керима Мыхце благодаря национальному проекту «Культура» прошла серьезную модернизацию, поменяв свой облик, стала местом для получения полезной информации. Министр культуры Карачаева Черкесии Зураб Агирбов отметил, что это место станет площадкой не только для чтения и изучения книг, но и своего рода культурным просветительским объектом для всех жителей аула. Библиотеки могут получить новую жизнь. Это не только место, где можно прийти, взять книжку, посидеть в читальном зале и вернуть книжку из дома. Это место, которое должно стать даже, может быть, больше, чем дом культуры, потому что здесь есть возможность, площадки, инструменты, залы, чтобы молодежь, активные, живые, деятельные жители каждого села собирались и думали вместе, а что мы можем хорошего сделать для родного нашего села, какие заявки мы можем подпадать во фонд президентских грантов. В свою очередь глава администрации Базинского района Руслан Кужев поздравил всех с открытием библиотеки и пожелал жителям аула дальнейшего развития. После чего министр культуры и глава Базинского района, перерезав красную ленту, дали старт работе модельной библиотеки в ауле Псыш. Главный зал здесь каждый может найти не только свою книгу для чтения, но и через интернет получить необходимую информацию для создания научных проектов. Также есть специальный увеличитель для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому можно с комфортом прочитать любую книгу с маленьким шрифтом. В этом итоговом сочинении мне нужно будет провести два аргумента из литературы. Как мне кажется, в этой библиотеке я могу найти эти самые два аргумента и сдать итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ. Также в самом ЕГЭ, например, по истории требуется написать сочинение, также с литературой. А это уже детский читальный зал. Он оснащен так, чтобы дети могли совмещать чтение с увлекательными играми для саморазвития. Помимо этого новый конференц-зал позволит проводить различные научные мероприятия и презентации книг. Модельная библиотека имеет свой концертный зал, где можно проводить различные творческие вечера и музыкальные выступления. Работники библиотеки уверены, что это место станет настоящим культурным центром. Вот помимо, вот у нас есть два главных помещения, это абонемент и детский отдел. Они оснащены по самым последним стандартам, современным стандартам. Помимо них у нас есть еще и конференц-зал. Мы можем предоставлять этот зал населению в проведении каких-либо круглых столов, диспутов, может быть, какие-то конференции проводить. Любой человек может пользоваться этими залами. Также у нас есть актовый зал, где можно проводить любые вечера. Для юных читателей открытие модельной библиотеки стало особым событием. Теперь мы сможем находить необходимую информацию и в интернете отмечают дети. Мне очень понравилось, потому что я ходила и в прошлую библиотеку, но в этой библиотеке много новых книг, много новых возможностей. И я считаю, что будет больше людей, которые будут интересоваться этими книгами, которые завезли сюда. Так как для детей есть много интересных книг, есть специальный взрослый детский отдел. Мне это очень нравится. В завершении в концертном зале дети школы искусств порадовали всех собравшихся своими яркими музыкальными выступлениями. Алихан Ипшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Абазинский район. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 54 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 25 507 человек. Из них 22 624 выздоровели, 782 человека госпитализировано. Сейчас время прогноза погоды и после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Продолжение следует... В этом году исполнилось бы 85 лет известному журналисту, народному поэту Хусею Мухаджировичу Джаубаеву. Вечер памяти прошел в его вратном ауле Нижняя Тиберда. На встрече было отмечено, что Хусей Джаубаев был одним из первых литераторов Карачаева Черкесии. Окончил высшие литературные курсы при Институте мировой литературы имени Горького. В течение долгих лет он вел журналистскую деятельность в газете «Ленин и Байрагы». А в последние годы жизни работал в государственной телерадиокомпании Карачаева Черкесия. Творчество Хусея Мухаджировича явилось заметным вкладом в сокровищницу литературы многонациональной республики. В его произведениях получили отражение темы общечеловеческих ценностей, любви к родному краю, долга перед народом, даны морально-нравственные ориентиры для современников грядущих поколений. Будучи подлинным мастером, он творил в самых различных жанрах о сказках по мотивам народного эпоса, да лирика философских произведений, от сатиры до патриотических от. От автора 10 книг и 100 песен на его стихи такие известные поэты, как Маджит Нагайлеев и Марат Качкаров, создали много песен популярных не только в Карачаево-Черкесии, но и за ее пределами. Более жизнелюбивого и радостного, встречающего красоту улыбкой не было, наверное, никого. Первая книга вышла в 1963 году, и там же он поднимает вопросы о сохранении родного языка. Это первое, что на сегодняшний день самая актуальная проблема. Он пишет, он направляет к патриотизму, он развивает не просто ум, красоту, он хочет писать о родном, о месте рождения, о родном ауле. Он просто обожает красоту, потому что, читая его, просто визуально представляешь себе всю красоту Кавказа. Он увлечен лошадьми с малых лет, а последние несколько лет занимается их разведением. Сейчас у него насчитывается более сотни племенных животных. В гостях у Марата Хасанова в Малокарачаевском районе побывала Алла Качиева. Очистили, потому что после без чистки ставишь седло, спина испортится. И так каждый день. Ежедневные обязательные процедуры включают в себя не только чистку кожных покровов и копыт, но и кормление, паение и выгулы лошадей. Их содержат в уютной конюшне в оборудованных денниках. Рацион питания разнообразный. В меню морковь, яблоки, овёс. Их любимые деликатесы. Предусмотрены здесь и специальные площадки. Место, где они могут проскакать шагом, рейсию, либо набрать небывалую скорость галопа. На этой конюшне фермер Марат Хасанов содержит чистокровных карачаевских скакунов. Это действующие и будущие чемпионы породы различных международных и всероссийских выставок и пробегов. Горец без коня, что словно птица без крыльев, гласит народная поговорка. Любовь к лошадям мы, наверное, впитываем с молоком матери, признаётся Марат. В 14 лет я уже начал скакать на скачках. В 14 лет я попал в варь. Откуда это у вас? Это у меня уже, честно, с детства. Так как мой дедушка, материн отец, всю жизнь он занимался лошадьми, всю свою жизнь. Он был сильнейшим шорником. Все карачаево-черкесии его знают. Ну, может, от этого от него передалось. Но особый режим содержания распространяется только на часть племенных животных. Ведь известно, что лошади карачаевской породы приспособлены для жизни высокогорья. На протяжении многих веков эти крепкие, неприхотливые и выносливые животные помогали горцам пасти скот, а также перевозить грузы и перемещаться между селениями. Табун, который насчитывает более сотни голов лошадей карачаевской породы, летом пасётся на пастбищах в горах с сильно пересечённым рельефом при резких колебаниях температуры и влажности. А зимой в предгорьях и на равнине с незначительной подкормкой сена. Всё это способствует выработке приземистости, хорошей подвижности, особой стойкости к неблагоприятным внешним условиям. Все лошади хорошие, но она неприхотливая. Зимой в горах, на подснежном корму. Всю зиму они в горах ходят. Как бы мы жеребцов отбиваем, косячных сюда в дневники, да, на зиму, а все кобылы на подножном корму. И абсолютно неотнятная кобыла. Не хромает, ничего. Коней Марат Хасанов называет своими неразлучными друзьями и помощниками. Во все времена лошади совершали подвиги, выручали в самой сложной ситуации. Он и дальше планирует развивать своё табунное коневодство и прививает любовь к этим благородным животным своих детей. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачева, Черкесия, Малокарачаевский район. С сегодняшнего дня и по 3 октября пройдёт первый открытый турнир по национальной борьбе, посвящённый памяти известного предпринимателя мецената Курмана Хасановича Байкулова. Сегодня был заезд спортсменов и взвешивания. Завтра открытие турнира и соревнования. 3 октября пройдёт финал и награждение победителей. Чемпионов ждут ценные призы и главный трофей турнира «Автомобиль». Всех победителей, любителей этого спорта, зрелищного, ждут во дворце спорта юбилейной в городе Черкесск. «Этот турнир будет посвящаться меценату Курману Байкулову. Этот турнир будет вторым в этом году. К сожалению, именно по борьбе тут уж, по нашей национальной борьбе тут уж давно таких мероприятий не было. Но в этом году, слава Всевышнему, мы его возродили. Это будет уже второй турнир. Этот турнир имеет большое значение для нашей республики, потому что это фундамент всех единоборств, которым занимаются наши спортсмены. Это часть нашей культуры, это очень важное значение имеет для нашего народа. Я очень рад, что именно таким хорошим мероприятием мы почитаем тех людей, которые покинули нас, которые делали в жизни много добрых дел. Ждем всех на нашем турнире. Я на этом мероприятии буду главным судьей. Всех любителей единоборств ждем, приглашаем в гости. 3 октября – Международный день врача. Он считается днем солидарности и активных действий докторов всего мира, ведь их главная цель – улучшение и сохранение здоровья пациентов, помогать всем нуждающимся оказывать помощь жертвам природных катастроф, различных эпидемий, социальных и вооруженных конфликтов. Международный день врача по всему миру устраиваются семинары, симпозиумы, мастер-классы и поднимаются злоботневные темы. А в России Международный день врача с 2013 года учредили премию «Признание» и награждают самых самоотверженных высококлассных медицинских работников. Это все вести к этому часу. Удачных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова